Здравствуйте! На канале ВКТ время новостей в студии Инга Габешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К марту следующего года в России разработают стратегию развития санаторно-курортного комплекса. Такое поручение на заседании Президиума Госсовета сегодня дал Владимир Путин. Совещание проходит в Алтайском крае, в Белокурихе. Участие в нем принимает губернатор Краснодарского края. Главной темой заседания стало повышение инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса России. Необходимость развития курортов не исчерпывается их медико-социальной значимостью. Санатории расположены по всей стране и для многих городов, районов и даже регионов. Они могут стать основой для роста экономики, для совершенствования транспортной инфраструктуры, сервисных услуг. Сейчас, кстати говоря, у нас действует 1875 санаторно-курортных организаций. Однако, развитие этой сферы сдерживается низким уровнем материально-технической базы большинства здравниц. По этой причине сейчас не используется почти 46% площадей курортных организаций. Чтобы повысить инвестиционную и туристическую привлекательность курортов, необходимо в том числе передавать пляжи, в частности Краснодарского края, в муниципальную собственность. С таким предложением к президенту выступил Вениамин Кондратьев. По его словам, договоры на аренду пляжных территорий заключает Росимущество. И это не позволяет местным властям в полном объеме заниматься благоустройством. Владимир Путин дал поручение правительству проработать данный вопрос. Еще перед началом заседания Госсовета губернатор Краснодарского края заявил, что самое важное для курортов – развивать инфраструктуру. Чтобы курорт расширялся, необходимо развитие инфраструктуры. И без развития инфраструктуры развитие курорта никакого невозможно. Ни Черноморского, ни Сибирского, и в том числе и Белокурихи. Поэтому нам очень важно, чтобы мы, конечно, чувствовали господдержку. Она должна быть для того, чтобы мы имели развитие. То есть новые точки роста. Новые точки роста – это новые туристы, новые отдыхающие. И, конечно, это развитие самой экономики того региона, который оказывает курортные услуги. Ежегодно Кубань принимает почти треть внутреннего туристического потока страны. Каждый четвертый россиянин, отдыхавший в санатории, выбирал именно Краснодарский край. Почти все стихийные свалки в Сочи уже ликвидированы. Это показал очередной облет города. В последний раз в небо с инспекцией городские власти на вертолете поднимались полгода назад. Тогда в марте было обнаружено огромное количество стихийных свалок – 112. Они располагались и в городской черте, и на территории нацпарка. За последние шесть месяцев ситуация изменилась кардинальным образом. Очередная инспекция с воздуха показала – почти все свалки ликвидированы. Остались лишь единичные точки скопления мусора. Такие обнаружили на садовых участках в Молдовке, на береговой полосе в Вардане и Головинке. Также с вертолета оценили и объекты строительства. Стройка идет интенсивная по городу, особенно на участках для индивидуального жилого строительства. Ежедневно мы рассматриваем и выдаем около 10-15 разрешений. Поэтому не все они строятся в рамках законодательства, в рамках тех параметров, которые разрешены градостроительным кодексом. Поэтому все это тоже нуждается в постоянном надзоре. Мугдин Чермит отметил, что санитарное состояние города значительно улучшилось. Эта работа будет обязательно продолжена. Что касается нарушителей правил благоустройства, виновные обязательно будут наказаны по всей строгости закона. На акватории в природной и техногенной среде в Сочи продолжаются региональные соревнования спасателей по многоборью. В ежегодном турнире принимают участие 7 команд – филиалы Южного регионально-поисково-спасательного отряда. Краснодара, Дегея, Ейск, Туапсе, Волгоград, Крымск и хозяева турнира – сочинские спасатели. Сегодня так называемый техногенный этап турнира. За его ходом наблюдала Ольга Десятого. Недостроенное здание рядом с основным корпусом Южного регионального спасотряда сегодня превратили в площадку для региональных соревнований. По легенде, произошло обрушение здания. Задача спасателей – разгребая завалы, вытащить пострадавших, которые оказались заблокированы внутри. После того, как здание обесточено, газ отключен, спасатели приступают к работе. Спасатели буквально прорываются на объект. Одни в спецснаряжении в подвал, другие в само здание. Работать нужно быстро, проявляя все свои лучшие качества – силу, выносливость, ну и психологическую устойчивость, конечно. С помощью специальных инструментов спасатели расчищают себе путь, все дальше и дальше, проникая вглубь здания, получая подсказки по рации. Все, все, сбывай. Сейчас сразу, Вова, накидывай туда, помахки, подкладывай. Насколько быстро и при этом аккуратно должны работать спасатели, наглядно демонстрирует этап разбор завалов. Нужно не только вытащить человека из-под тяжелых конструкций, но и при этом не травмировать его. В помощь судьям самое простое – куриное яйцо. Если команда сделает неправильное движение, яйцо треснет или раздавится, это равносильно тому, что человек получил дополнительную травму. Но спасатели сработали отлично. Без штрафов обошлось и на этапе по ликвидации последствий ДТП. К сожалению, спасателям часто приходится отрабатывать подобные навыки и в повседневной работе. Здесь сразу воссозданы ситуации, при которых и промышленный организм приходится применять, навыки. Также работа с инструментом, работа в изолирующих средствах, дыхательных аппаратах. Ну, в общем, все в одном месте. И в течение трех часов очень такая сжатая дистанция, непосредственно команды бегают и стараются максимально быстро выполнить все задания. Кроме соревнований в техногенной среде, спасатели выявляют лучших еще в нескольких дисциплинах многоборья. Это поисково-спасательные работы в условиях природной среды, этапы на вертикальном скальном участке, сплав по горной реке, а также кросс на три километра и упражнения на перекладине. В многоборье участвуют семь команд филиалов южного спасотряда. Сочи, Краснодара, Дегея, Волгоград, Ейск, Туапсе и Крымск. Итоги соревнований подведут во вторник. Кстати, в прошлом году победу в турнире праздновали сочинские спасатели. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи 250 многодетных семей бесплатно получили земельные участки в рамках программы государственной поддержки. Напомню, эта программа стартовала в 2011 году после вступления в силу изменений 138-го федерального закона. А начиная с прошлого года получить долгожданный участок земли стало намного проще. Сколько еще сочинских семей сможет решить жилищный вопрос в ближайшее время? Узнаем из следующего сюжета. У нас помещается двое сверху, поменьше, и старшее внизу. Размер комнаты 220 на 250. В небольшой квартире в доме, который не ремонтировался много лет, семья Гамгтян и Утица в шестером. Один письменный стол делят между собой четыре ребенка. Уроки делают по очереди. Эта семья одной из первых в Сочи стала участницей программы поддержки многодетных семей и скоро начнет строиться на своем участке. Чтобы получить землю, выстаивали очереди. Ждали, когда откроется резервирование участков, утвержденных городским собранием для многодетных. Там была живая очередь, и если ты пропустил, то ты не получил. Мой муж отсутствовал дома практически неделю. Приезжал так повидать нас и обратно в эту очередь. Теперь все стало проще. На землю могут претендовать все многодетные семьи, которые ранее не получали от государства участки. При этом мать или отец должны иметь сочинскую прописку с пятилетней регистрацией. Нужно просто встать на учет и ждать своей очереди. Оформление проходит в МФЦ. На публичной кадастровой карте по соответствующему кадастровому номеру, который опубликован, можно найти местоположение, съездить, посмотреть, определиться, какой нравится больше, какой меньше, и, соответственно, подать заявление потом на вполне конкретный участок, который ты уже увидел. Есть такое у геодезистов выражение «в натуре». Все площади выдаются только после постановки на кадастровый учет и регистрации административного адреса. Расходы на эти процедуры берет на себя город. Помогают и с определением границ участка. Мать четырех детей, Светлана Башкова, получила землю в центре поселка Вардане. Ранее ей выделяли другую территорию, на окраине поселка, вошедшую в программу строительства дорог. Так что участок ей поменяли. Администрация пообещала тоже сделать, у кого было разрешение на строительство, у нас было разрешение на строительство на те участки, сделать также бесплатно нам разрешение на новые участки, потому что это целая кипа документов. Очень много беготни было, конечно, там же разрешение и водоканала, и энергосбыта. Подходящих земель в Сочи немного, ведь большую часть территории курорта занимают горы и предгорье. Эти площади подвержены оползням и подтоплением, и строиться на них нельзя. Выход нашли. Администрация курорта полтора года потратила на то, чтобы подходящий для застройки федеральной площади перевести в муниципальную собственность. Это позволило сформировать дополнительно еще более ста участков. Сотни многодетных семей уже получили земельные участки Ваше, Дагомы, Секудепсте, Верхней Николаевке или Варданы. Размер выделяемой земли должен быть минимум шесть соток. Этого достаточно, чтобы построить дом, разбить сад или огород. В своей очереди ждут еще более двух тысяч семей. До конца года в Сочи собираются утвердить еще около 150 участков в селе Верхнениколаевском и в Кудепсте. В новых микрорайонах планируют построить детские игровые площадки и пункты первой медицинской помощи. На курорте продолжается акция «Сочи на банкноте». Напомню, что в июне Банк России объявил голосование по выбору символов новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Наш город представлен двумя знаковыми объектами – стадионом Фишт и горным курортом Розахутор. Поддержать кандидатуру в Сочи призвала не только мэрия, но и представители национальных общин, торговой палаты и санаторно-курортного комплекса. Подобные архитектурные объекты были выбраны не случайно. Согласно данным сайта «Твоя Россия», где и происходил первоначальный отбор, именно Фишт и Розахутор больше всего знакомы россиянам. Именно с ними общественность ассоциирует не только новый этап развития курорта, но и один из самых ярких моментов в новейшей истории нашей страны. Это, во-первых, те ментальные ощущения, которые пережили не только мы, сочинцы, но и все россияне за те победы, с которыми у нас олицетворяются Олимпийские и Паралимпийские игры, за то ощущение единой большой командной работы, которую нам удалось сделать перед Олимпиадой и потом всему миру продемонстрировать и открыть совершенно новый облик новой России. По результатам первого отборочного этапа Сочи входит в четверку лидеров вместе с Крымом, Казанью и Грузным. Основное голосование стартует 5 сентября. Согласно первым данным, из 100% голосовавших за курорт, только 40% составляют местные жители, остальные – представители других регионов, что еще раз подчеркивает узнаваемость и востребованность Сочи. К слову, как отмечают представители бизнеса, изображение Сочи на банкноте станет не только гордостью для жителей, но сыграет рекламную роль для привлечения туристов и продвижения курорта в целом. Новая волна готовится снова захлестнуть в Сочи. Международный музыкальный фестиваль стартует 3 сентября. На все организационные вопросы осталась неделя. Конкурс празднует 15-летний юбилей. Миллионы телезрителей интересуются творческой борьбой конкурсантов, а также концертными программами. Главная цель новой волны – открытие музыкальных талантов. Ежегодно в рамках конкурса проходят и яркие внеконкурсные мероприятия. Одно из них – грандиозный концерт «Дискотека Муз-ТВ». Организован он по просьбе главы города Анатолия Пахомова. Это возможность для жителей-гостей курорта потанцевать под любимые хиты в живом исполнении, причем бесплатно. В этом году эта дискотека состоится в четверг, 8 сентября. Начало дискотеки в 20.00 на излюбленном месте горожан, Южном Малу. И мы всех желающих приглашаем послушать, потанцевать вместе со звездами, участниками конкурсной программы «Новая волна» на Южный Мал, 8 числа в 20.00. В этом году одной дискотекой решили не ограничиваться. Такой же концерт состоится и в Олимпийском парке. Для того, чтобы ничто не мешало музыкальному празднику, в администрации города регулярно собирается оргкомитет фестиваля. Несмотря на большой опыт проведения масштабных мероприятий, которые есть у Сочи, нужно детально проработать все нюансы. Среди насущных вопросов – размещение, встреча гостей, безопасность, транспортная логистика и, конечно, рекламная кампания. «Новая волна» ставит в Сочи на память барельеф. Создавать его начали сегодня. В работе приняли участие не только скульпторы и участники международного конкурса, но и член жюри Филипп Киркоров и глава города Анатолий Пахомов. Расскажет Елена Всецына. Это такая художественная традиция «Новой волны». Она началась в 2010 году и вот продолжилась в Сочи, где через несколько дней стартует уже во второй раз международный конкурс молодых исполнителей. И сегодня на барельефной доске, которая выполнена сочинским скульптором Вячеславом Звоновым, каждый из присутствующих мог оставить свой символ. Как и полагается градоначальнику, я изобрел главный символ нашего города – это герб города. И, конечно, я думаю, что я по большому счету выполнил поручения наших горожан, потому что каждый из наших горожан гордится своим городом. Эмблемой Киева «Каштан» лепила участница из города Каштанов Галина Безрук. Конкурс для нее необычный сразу по двум причинам. Галина скоро станет мамой, и она впервые будет исполнять авторскую песню «Небо – это тебе» Дмитрия Банова. Сюрприз, по ее словам, для зрителей Сочи. Кастинги проходили намного раньше, чем я успела узнать об этом. Конечно же, мы сразу поставили в известность организаторов и решили, раз уж конкурс «Евровидение» прославился беременной участницей из Мальты, то почему бы не прославиться и конкурс «Новая волна»? Сегодня с участниками – это все те, кто вышел в финал конкурса, пообщался друг «Новой волны» Филипп Киркоров. Он не только сегодня дает свой очередной концерт фестивальным, но и остается работать в составе жюри международного конкурса. Вы прошли серьезный отбор, вы прошли серьезный конкурсный отбор. И здесь случайных артистов нет, здесь все достойные. А дальше уже конкурс. 9 сентября, когда уже будут названы победители «Новой волны», на улице Новогинской состоится торжественная закладка с культурной дизайнерской композицией, отлитой в бронзе. Хочется доделать, вот это сделать, бронзу поставить, чтобы это люди потом вспоминали, смотрели, и участников, и кто это сделал. В общем, очень будет приятно. И сегодня же прошла церемония гашения памятной открытки, выпущенной при поддержке Почты России в честь 15-го юбилея международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». К другим новостям. 12 участков для строительства школ, ежемесячная доплата младшему персоналу детских садов, новое служебное жилье и миллиард рублей на развитие отрасли в новом учебном году. О планах и достижениях сочинского образования сегодня говорили на открытии 22-го социально-педагогического фестиваля. Отрасль образования в Сочи – это более 76 тысяч школьников и дошкольников, почти 8 тысяч работников, 168 образовательных организаций, в каждой из которых есть свои большие и маленькие достижения, в основном в области инновационной деятельности. Например, 67-й Бутхинский садик стал краевой инновационной площадкой, благодаря разработанной коллективом экологической тропе на территории дошкольного учреждения. И все это в рамках инновационной программы «Юный эколог Кубани». Это 19 мест, где дети знакомятся с конкретными растениями, учатся за ними ухаживать, смотрят, как они реагируют на дождик, на солнышко. Дети приобретают конкретные, не абстрактные, а конкретные знания. Ежегодно в Сочи прибывают в полку лучших учителей года. На этот раз среди победителей профессионального конкурса оказалась представительница молодого поколения, учительница начальных классов с начала 55-й школы, сейчас в 8-й гимназии Ольга Забарова. Профессия учителя, наверное, самая лучшая в мире, потому что, когда ты учитель, ты можешь быть кем угодно. Утром ты серьезный педагог, вечером ты режиссер, который пишет сценки для детей. Ты сможешь реализовать себя во всех сферах благодаря этой замечательной профессии. То, что педагог – это человек, от которого зависит качество образования, а также воспитание школьников, на общегородском педсовете отметила и начальник управления образования. Что же касается поддержки учителей, то это забота муниципалитета. Да, мы достигли определенного уровня заработной платы. Огромная благодарность краю. Это заслуга региональной власти. Но мы не стоим в стороне. Муниципальная власть, чем может, помогает и поддерживает педагогов. Это и служебное жилье, это и доплаты главы города. Необходимо входить в дорожную карту края. Наша дорожная карта по строительству школ уже создана. Есть уже участки, выделено 12 участков для строительства школ. Софинансирование в городе обязательно будет. В Сочи за последние пять лет построено семь новых детских садов и 11 пристроек. В них открыты группы на почти 9 тысяч мест. Уровень финансовой обеспеченности образовательных организаций не будет снижен, подчеркнул сегодня и сам глава Сочи. И это несмотря на условия жесткой финансовой дисциплины. Если говорить о бюджете образования, то город в 2016 году расходует на образование 1 миллиард 237 миллионов рублей. Это почти 11% всего муниципального бюджета. Если говорить о темпах строительства детских садов за время нашей совместной работы в городе Сочи, начиная с 2009 года, то построено их семь новых детских садов и 11 пристроек. В них открыты 354 группы на 8860 мест. Вы, дорогие мои, крайне поменялись за эти пять лет. Вы выросли точно на 3-2 ступени. И это очень здорово. Наверное, этому способствовала и материально-техническая база, которая растет с каждым годом. Наверное, это забота и властей, потому что около 250 квартир получили вы за это время. Это, конечно, огромная наша с вами победа. И тем не менее, отмечает Анатолий Пахомов, очередь на получение путевки в детский сад растет ежегодно почти на одну тысячу человек. Поэтому ликвидация очереди в дошкольной организации остается одной из горящих проблем курорта. Решается в городе и вопрос ликвидации второй смены. В первую очередь школы построят на Мамайке и в Беранде. Ну а в преддверии 1 сентября мэр обратил внимание на вопрос безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций. На эти цели город выделил 98 миллионов рублей. Родители не должны беспокоиться за жизнь своих детей, подчеркнул Пахомов. Ольга Десятого, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Владимир Путин предложил провести в России специальные соревнования для паралимпийцев. Турнир может пройти в Сочи, где создана безбарьерная среда и уже проходила паралимпиада. Это в случае, если будут построены объекты для летних видов спорта. А накануне в парке Ривьера прошли соревнования по армрестлингу для людей с ограниченными возможностями здоровья. Турнир возрождения для людей с ограниченными возможностями здоровья проводится в самом известном парке курорта Ривьере на протяжении 12 лет. Сюда несложно добраться из других районов Сочи. Есть все необходимое для того, чтобы инвалиды-колясочники могли беспрепятственно передвигаться по парку. Организаторами соревнований ежегодно выступает Сочинская федерация армрестлинга, которая готова пригласить для участия спортсменов из других стран. Олимпиада принесла очень много и вот этот парк Ривьера, он располагает очень хорошо к тому, чтобы здесь проводить различные мероприятия. В том числе этот турнир проходит у нас уже не первый год. В последний четверг августа традиционно в Ривьере открытые состязания. Для участников это не только борьба, когда они сидят друг против друга, сцепившись ладонями и упираясь на лог, не стремятся прижать к столу руку соперника. Для сочинских инвалидов-колясочников это еще и всегда спортивный праздник. Тут же не только борьба, тут общение, старые друзья, которых я давно не видел. Но общение общением, а победить стремится каждый. Бармспорте, как прочим и в любом другом, без подготовки не обойтись. Вот уже несколько лет инвалиды-колясочники собираются в центре спортивной подготовки на Донской. Администрации города там для них выделено специальное помещение. Благодаря созданной в Сочи безбарьерной среде они легко перемещаются в любую точку города. И свои сочинские победы в армспорте сегодня они, так же, как и российские олимпийцы, посвятили тем паралимпийцам, которых не допустили в Рио-де-Жанейро. Елена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Лето – это маленькая жизнь. Седьмой раз в Сочи стартует фестиваль авторской песни. Идейный вдохновитель ежегодного праздника Олег Митяев сегодня отвечал на вопросы журналистов. Вот уже седьмой год подряд в рамках фестиваля «Лето – это маленькая жизнь». На площадках города встречаются поэты, музыканты и их многочисленные поклонники. Программа фестиваля, как всегда, обещает быть необычной и интересной. На этот раз авторские песни исполнят и дети, причем разных национальностей, объединенные в ансамбль «Мировые песни». У фестиваля особенная атмосфера, отмечает и глава Сочи. Ко всему прочему, проявить себя здесь могут и местные музыканты. В Сочи, как известно, есть свое бардовское движение. Этот фестиваль наши сочинцы и гости города очень ждут. Он стал одним из визитных карточек нашего культурного Сочи. За то время, когда мы начали заниматься здесь фестивалем, наш город совсем поменялся. Он стал теперь культурной столицей, наряду с тем, что мы олимпийская столица, наряду с тем, что мы спортивная столица, наряду с тем, что мы южная столица. Каждый день у нас либо закрытие какого-нибудь фестиваля, либо открытие нового. И таким образом город живет такой насыщенной жизнью. Сам Олег Митейев отмечает, что Сочи – это самое подходящее место для проведения столь значимого события в мире авторской музыки. Да уже родной это город. Родной город Сочи. Это понятно. Я пытаюсь обменять квартиру сейчас свою московскую на сочинскую. Когда-то очень давно мы с моим товарищем думали, какой город на земле для нас самый лучший. Мы тогда выбирали Париж и Тюбинген. Есть такой город на юге Германии. Но в конце концов мы пришли к выводу, что самый лучший город на земле – это тот город, где тебя любят и ждут. Вот Сочи именно такой. Фестиваль «Лето – это маленькая жизнь» состоится 27 августа на территории спортивно-здоровительного комплекса «Спутник». Начало в 18 часов. Вход свободный. На сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеши. А всего вам самого доброго и удачных выходных. Продолжение следует...